Хэй, 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 всем привет дорогие друзья, с вами Чинацкий и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Хорошая пицца, отличная пицца. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарии из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайк и, конечно же, писать комментарий. Друзья, сегодня у нас с вами ответственная задача, нам нужно обязательно накопить пяти хаточек, для того, чтобы мы с вами могли купить новый автоукладчик. Я уже знаю какой, ребята, алды тоже знают, те, кто смотрели хотя бы предыдущий ролик, по крайней мере, потому что там было голосование. Ну что, 12 любых пицц, 20 долларов, не вопрос, люди всегда берут папирони, всё связано с оливками. Хорошо? Хорошо, надеюсь, что сегодня будет довольно простой день, потому что единственное, что я реально хочу, оливочки, это, конечно же, купить новый автоукладчик, ребята. Это было бы реально бомбезно, потому что, ну, я думаю, это не должно быть сложно, потому что у нас уже есть 416, это значит, надо 84 доллара. И тем более, что у нас ещё бонус будет от приготовления пиццы, вообще изи. Так, ананасы и сладкий перец. Окей, окей. О, кстати, мы можем баклажаны собрать, надо будет сейчас делать обязательно. Ананасы и сладкий перец. Кладём сладкий перец, кладём ананасы. Я почему-то на секунду думал, что у меня сейчас ананаса на автоукладке нет. А они, кстати, довольно-таки быстро всё разложилось, классно. Кстати, получается, что это считается фруктовой пиццей. Ребята, если кто не знает, сладкий перец, это типа фрукт в этой игре. Вот так вот. Так, отдаём. Забираем баклажанчики. Отлично. Она была довольна? Ну да, да. Вегетарианскую пиццу, ну убедитесь, что все зелёные ингредиенты на одной стороне. Не вопрос. Вегетарианская, не веганская, значит, кладём сыр. Здесь грибочки так, оливки так, лучок так, ананасики так. А вот базиликус, ребята, кладём только с одной стороны, как и перчим с кожи. А, вроде бы всё разложил. Баклажаны не буду класть, ребят, потому что, ну, он не просил, и я такой, типа, ну, пофиг. Так, у нас осталось 70 долларов, ребята, накопите. Я думаю, что вообще, ну, должно получиться всё супер быстро, всё супер легко. О, ещё и 6,5. Не, вообще, надо думать, ребят, что мы будем новенько покупать ещё, кроме автоукладчика, уже походу делаем. Так, оливковая пицца без сыра. Хорошо? Хорошо. Конечно, заказ так себе, но сойдёт, в принципе. Почему бы и нет, за 10 долларов пускай будет. Готово. Отдаём на разогрев, на выпекание, так сказать. И сейчас отдадим нашему клиенту. Блин, на самом деле, очень хочется. Вот опять обновление было буквально сегодня, или вчера, ребят. Насчёт того, что там какой-то новый язык польский подвезли. Ускорение фраз. Ну, это мы в прошлый раз видели. Так, мясо и сыр без соуса, без рыбы. И ещё сделайте тёмный. Мясо, сыр. Так, сыр есть. Мясо сейчас разложим. Это, получается, 4 начинки должно быть. Вот. Блин, ещё бекон у нас не очень удобно, конечно, располагается. Вот. И поэтому я хотел сказать, что до сих пор выходят обновления, но они какие-то такие очень незначительные. Хочется всё-таки, чтобы что-то было поинтереснее, чтобы реально, ну, как-то... Просто в последнее время всё немножко однообразно, ребят. И уже хочется чувствительного разнообразия. Иначе, я не знаю, возможно, игру придётся на некоторое время, по крайней мере, оставить. Точно не знаю. Так, режем. Отдаём. Готово. Я думаю, что тут тоже долларов 5. Почти что, 5. Ох, осталось всего лишь полпосеки. Спеките мне бекон и базилик на пшеничной лепёхе. Окей, окей, не вопрос. Сначала соус, сыр, всё как обычно. Бекон плюс базилик. Блин, это как раз самое отстойное комбо. Если бы она ещё анчосы сейчас попросила, это было бы вообще просто самое ужасное. Потому что у меня ни бекона, ни базилика, как вы видите, нет на автоукладке. Сразу видно, была автоукладка или нет. Потому что всё в разнобой лежит, всё некрасиво. Но ничего, надеюсь, что это исправится со временем. Всё-таки мы с вами покупаем довольно стабильно наши автоукладчики. Так, режем. Отдайте. Готово. Фух, 454 доллара, ребята. Осталось 46. Ещё и плюс через 6 пицц у нас будет 20-долларовый бонус, можно сказать. Так, половина ветчина и сыр. А вторая половина? Только сыр. Хорошо, половина ветчина и сыр на пшеничный. Значит, кладём соус. Так, ветчина и сыр, правильно? То есть, просто мне надо ветчину положить, я так понимаю. По ходу дела, да. Ладно. Не вопрос. Это тоже достаточно простенький вариант. Готово. Я думаю, что здесь много денег мы не получим. Наверное, доллара 2 чаевых, я так предполагаю, по крайней мере. Но даже эти дополнительные заказы для нас очень важны. Потому что это всё равно... А, нет, даже, кстати, 3,5 долларов почти. Нормально. Ровно 460, кстати, заметили? Я пытаюсь научить мою собаку ловить фризби. Так, пицца с беконом. Ладно. Хорошо. Слушайте, а мне здесь надо раскладывать соус? Да, пойти надо. Скорее всего. Кстати, смотрите, опять бекон. Опять бекон. Слушайте, если честно, я хотел другую автоукладочку взять. Не беконовый, но учитывая, сколько сейчас бекона мы кладём, мне почему-то начинает хотеться взять именно бекон. Я... Вы пока ещё не можете догадаться, а какой же я хотел в самом начале взять? Может быть базилик? А может быть анчоусы? Кто знает? Кто знает? Так, готово. Хорошо. Идём дальше. В принципе, не знаю пока. Будем решать сейчас в процессе тогда. Не хочу ананасов, сладкого перца или базилика. Вегетарианская пицца, да? Не веганская. Так, вегетарианская. Кладём соус, сыр. Чё она там не хочет? Ананасы, сладкий перец, базилик. Хорошо, значит, оливки кладём. Ананасы, сладкий перец, базилик не кладём. А и всё получается? Сладкий перец, ананасы, базилик. Да, получается, что вот такая пицца, грибы, оливки, лук. Всё просто. Гол, кстати говоря, она называется, помните? Грибы, оливки, лук. Так, режем и отдаём. Блин, только полдня, ребят, прошло. У нас уже с вами 473 доллара. То есть реально осталось сколько? Ну, 27 плюс, ещё бонус. Ну, что это? Вообще, короче, фигня. Так, базилик, оливки, лук. О, теперь наоборот. Хорошо, хорошо. Давайте попробуем. Оливки, лук, базиликус раскладываем. Не, смотрите, а базилика тоже много, кстати. Офигеть, сколько же вариантов у нас сейчас с вами? Не, ну, по сути, варианта три, но надо будет решать. Тогда я пока что не уверен, какой буду брать, ребят. Я посмотрел голосование, я увидел, кто выиграл. Но, возможно, я возьму что-то другое. Да, что знает. Идем дальше. 482 доллара. Я иду на конкурс по неприятному дыханию. Анчоусы или анчоусы и... Да, лук, конечно же. Конечно же, ты же хочешь победить, а не просто поучаствовать. Так, лучок. И, ребят, анчоусы тоже раскладываем. Смотрите, игра как бы нам даёт выбор. Мы можем, ну, как бы, вариантов много, короче. И то, и другое, и третье заказывают люди. То есть, по сути, актуальность есть у всего. Надо только решить, какой именно мы с вами автокладчик. Так, поехали дальше. Смотрим. Отдаём. Готов. Фу, осталось одну пиццу, и мы получаем 20 долларов в бонус, ребят. Динг-дон, это сладкий перец. Хорошо. Кстати, что-то дороговато. Слушайте, может быть, не только сладкий перец, может, ну ещё что-то хотел. Это было бы не очень хорошо. Это было бы не очень хорошо, если бы я так не угадал бы. Так, ну, динг-дон, ребят. Это, типа, ну, раньше такие люди говорили, что, типа, сладкий перец похож на колокольчик. Давайте сладкий перец. Ну, я не знаю, может он там... Нормас, нормас, ребят. И там-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ан! Забираем 20 очков. Изи, 545 есть. Хочу пиццу, хочу, чтобы... А, с беконом, да? Беконус, а, беконус с луком. Хорошо. Я уже даже наизусть помню некоторые заказы, поэтому могу легко их оформлять. видите почти каждый заказ ребят нам приходится вручную что-то раскладывать почти что каждый слушать а это интересно получается игра может быть реально прям знает что у нас осталось всего лишь три варианта и дает выбор как бы что же мы все таки купим так отдаем готова у нас если мы заработаем еще хотя бы 30 я не буду комментировать этот заказ очень крутой конечно очень классный спасибо большое так вот если мы хотя бы еще 30 долларов заработаем то это уже будет хорошим показателем потому что нам останется уже намного меньше копить на следующий автоукладчик тоже очень сильно радует так готова отдаем блин а когда ребят кто играл в игру кто реально на сто процентов 28 долларов действительно полностью одета кто реально знает когда приходит следующий соусовицы потому что я уже выполнил задание я не помню какое последнее было но я уже несколько заданий выполнял но они уже очень давно не приходили и хотелось бы увидеть снова посмотреть какую-нибудь прикольно задание получить потому что в последнее время мы просто готовим пиццу и все больше ничего так бекончик еще немножечко и еще чуть-чуть теперь ветчиночки теперь ананасиков и базиликусом сверху приправим вроде бы все положил если не ошибаюсь да вроде бы все можно еще баклажаны конечно сверху но я не вижу в этом особого смысла ох сейчас чаевых должно быть нормально ребят я думаю долларов 10 может быть ну да наверное где-то долларов 8 10 где-то так давайте да почти что ровно 10 12 центов не хватило прикольно это здорово так смотрим дальше дай-ка мне лукову с перцем вообще просто нас все настолько быстро получается вот такие заказы меня радуют конечно потому что они и по цене хорошие и по чаевым хорошие и еще вдобавок их очень быстро делаешь темную корку забыл блин не совсем идеально да 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 я понял случайно забыл темную корку бывает 2 пиццы с пепперони и луком 8 частей в каждой и сделайте хорошо запеченные так лучше не забыть про на этот раз про хорошо запеченные так сырок кладем а чё там пепперони и лук хорошо не вопрос это тоже достаточно таки просто отправляем в печь надо два раза запечь не забываем ребят хорошо запеченный нужно одна готова вторая готова и на второй заход мы ее тоже отправляем все вроде бы есть и там авторезащик сам решит как надо порезать побольше кусочков видимо вечеринку у кого-то сегодня по ходу дела пятьсот пятьдесят долларов еще сейчас чая будет ребят долларов 12 смотрите просто класс просто реально классно давайте еще три пиццы да ладно блин ребят вот такие предсказания мне очень сильно нравится вот это было реально круто так 3 фруктовые свиньи давайте посмотрим с чего они делаются так значит сосиски пепперони ветчина так все а и бекон да тоже бекон тоже сосиски пепперони ветчина бекон тоже мы сейчас разложим блин как же классно ребят просто я прям реально в шоке мы сейчас прям очень хорошо заработаем реле прям очень хорошо так еще бекончика здесь и там надо будет еще фруктов разложить я так понимаю сейчас мы на всякий случай перепроверим но по-моему я все правильно понял там будет перец ананас и оливки да ну чё тогда раскладываем фруктики так давайте начнем с перца сначала потом оливочки и потом ананасики вроде бы все если не ошибаюсь были на самом деле даже хочется перепроверить потому что я немножечко волнуюсь что я может быть что-то сделано не так так смотрим оливки ананасы перец да оливки ананасы перец да все правильно сейчас мы еще и получим долларов 30 чая и это просто безумно хорошо так все кладем сюда теперь нарезаем там ничего не нужно да ничего не нужно раз давать и конечно же три сколько ну давай ну долларов ну долларов 30 хотелось бы ну мы заработали сегодня ребята прям блин я в шоке я реально в шоке смотрите сто шестьдесят шесть долларов а в целом двести семьдесят шесть обалдеть ну чё ребят у нас с вами шести шестьсот долларов вместо пятиста поэтому давайте-ка мы с вами купим новый автоукладчик я если честно сначала хотел купить анчоус ребят но бекон по моему действительно попадается чаще поэтому давайте мы с вами все таки бекончика докупим и там уже посмотрим что будет дальше происходить осталось всего лишь два автоукладчика и игра будет пройдена ребята это просто безумно хорошо так давайте мы немножко разнообразим нашу игру хочу вот так вот сделать еще розовый синий мне кажется так будет поинтереснее но на сегодня пожалуй что все если видео вам понравилось то обязательно ставьте лайки дорогие друзья не забываем конечно же подписываться на канал ставить колокольчик не забываем подписываться на группу вконтакте ссылка в описании с вами же был чин асквеницов совсем скоро в новом видео до скорой встречи дорогие друзья и пока пока